Ответ Иова в стихах с 20 по 22 кажется невероятным. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, Остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал, «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Вы спросите, как Иов смог так ответить? Мыслимо ли для вас и для меня так почитать Господа в столь тяжелый час испытания? Будучи подростком, служа Господу, я хорошо узнал евангелизм. Однажды воскресной ночью мы были в маленькой церкви графства, где один прихожанин рассказал о своей семилетней дочери, недавно умершей от рака. Он провел с ней много часов, читая слово и молясь. Затем, осознав, что Богу пришла пора забрать ее домой, он взял дочь за руку и смотрел, как она умирает. После этого он сказал то, чего я никогда не забуду. Я упал на колени у ее постели и поклонился Господу и поблагодарил Его. Этот отец мог сказать вместе с Иовом «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Вспомните трагедию, пережитую библейским колледжем в городе Теккуа-Фолли штата Джорджия, когда тридцатифутовая стена воды пробила ночью плотину, и тридцать шесть человек погибло. Будь там наши дети, смогли бы мы сказать «Благословенно имя Господа». Но, несмотря на весь ужас положения Иова, как человека, сидящего у постели умирающей дочери, они ни на миг не забывают, что Бог управляет делами людей, когда Он любящий и справедливый Бог, верный Бог, всемогущий, правящий Господь. Именно веруя в это, и смогли они воскликнуть «Господь дал, Господь и взял». Да будет имя Господне благословенно! 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 Продолжение следует...